Ребята, всем привет! Сегодня у меня будет вторая часть, где я буду смешивать все свои слаймы. У меня было очень много запросов в комментариях под видео и также в инстаграме, поэтому я просто не могу вам отказать и не снять такое видео. Порядка 30-40 слаймов, и это достаточно большое количество, и я некоторые себе оставила, так как они еще новенькие, можно сказать, и классные, поэтому сегодня мы замешаем достаточно старые слаймы и посмотрим, какой цвет получится. А пока мы все не смешали, вы проголосуете в комментариях, какой цвет получится. Попробуйте угадать. А перед тем, как мы начнем смешивать все наши слаймы, давайте вы сейчас подпишитесь на мой канал, если вы все еще не подписаны, и обязательно активируйте свой колокольчик. А теперь давайте начинать. Итак, давайте начнем наше смешивание, и первое, что мы заложим туда, это вот этот 3-килограммовый слайм с прошлой части смешивания. Кстати, да, я его храню в пакетике, потому что такого большого чана у меня нету, точнее, такого среднего чана, и как бы я его засунула просто в пакет, вот вам лайфхак. Если у вас большой слайм, просто пихайте его в пакет. А вот вам и видео, что стало со слаймом через месяц. В принципе, он не поменял своих качеств, он все такой же жесткий и твердый, просто твердый слайм. А сейчас перейдем к основному. Уже будем запихивать все остальные слаймы. Для начала запихну все жидкие слаймы. Вот, то есть, посмотрите, там действительно прямо вода получается. Так, давайте ее выльем. Главное, не замараться. Почему-то именно фиолетовые слаймы у меня жидкие. Я ставлю ставки на то, что слайм получится темно-фиолетовым. Дальше я помню, что я когда-то очень давно делала прозрачную базу, но она у меня до сих пор не стала прозрачной, а белая. Не знаю, с чем это связано, там был только загуститель и клей. А это у нас слайм с какой-то проверки, по-моему, это рецепт от Марфи, в общем, давайте его тоже сюда добавим. Дальше вот такой слайм, который уменьшился ровно в два раза, и он был сделан из Элмерса. И как я наблюдала, все слаймы, сделанные из Элмерса, уменьшаются в два раза. А это у нас сноу слайм, и его еще надо выковырить из контейнера. Далее слайм с пенопластовыми шариками, и он тоже, по-моему, был сделан из Элмерса. Это уж очень древний слайм, я его пожалела, когда снимала прошлую часть этого смешивания, но в этой части ему не избежать того, что мы его смешаем с другими слаймами. Дальше коричневый баттер слайм, и я его изначально не хотела добавлять, потому что боялась, что он испортит всю картину, но когда собрала все слаймы в кучу, подумала, что он, в принципе, я думаю, не помешает цвету. А этот слайм мне вообще очень сильно нравится, я его делала сама в идею для листока. Кстати, напишите в комментариях, хотите ли вы еще такое видео. В общем, он мне тоже очень сильно нравится, и очень красивый цвет получился после перемешивания. Далее идет вот такой фиолетовый слайм с пенопластовыми шариками. Этот слайм тоже достаточно сильно уменьшился, хотя я с ним почти не играла. Кстати, я предварительно уже выложила все шармы из слаймов, поэтому тут остались только какие-то шарики и посыпка. Просто посмотрите, какой невероятно классный кранчи-слайм. Очередной фиолетовый слайм. Этот слайм совсем уж сильно уменьшился, вы видите его. Мне кажется, что из 150 мл вышло 20. Кристально прозрачный слайм. Точнее, нет, он не кристально прозрачный, но тянется в очень классную пленочку. И это был последний слайм. А сейчас мы будем это все смешивать, но я, наверное, поставлю это на ускоренную съемку, так как это будет очень долго. Пишите сейчас в комментариях, кто угадал со цветом. А еще мне очень нравится делать вот что-то вроде этого и, скажем так, увеличивать этот слайм, хотя куда больше. Вот так вот. И получается такая прикольная косичка. Я только что сходила и взвешила это чудо-юдо. И оно весит 7 килограмм. Теперь я не знаю, куда это это складывать, потому что ни в какой пакет он уже не влезет, а контейнеры у меня, в принципе, все заняты, в которых я мешала особенно. Поэтому вы можете написать в комментариях и помочь мне и написать, где мне его хранить вообще. Потому что у меня нет никаких представлений. А также вы можете написать мне, какие видео вы хотите видеть на моем канале. Мне будет это полезно почитать. Я надеюсь, что вам понравилось это видео со смешиванием слайма. И вы оцените его пальчиком вверх. Подпишитесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. А также покоремендуйте. Я надеюсь, что вам понравилось это видео со смешиванием. И вы оцените его пальчиком вверх. Подпишитесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. А также порекомендуйте это видео своим друзьям. Мне будет очень приятно, а вам, в принципе, не сложно. Я вам желаю всего самого наилучшего. Вы у меня самые крутые. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok